Микс Ньюс Здравствуйте! Сегодня вторник, День Добрых Дел на Радио Болтком и в эфире программа «Зелёная Лампа» программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. Ведут её сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте! Я Рита Трошкина, наш звукорежиссёр Родион Золотарёв и гостья нашей программы сегодня Инна Сыгаланте. Номенитая наша оперная певица, человек, который делает для музыкальной жизни не только Латвии, но и гораздо более широкого пространства, так многое, что вот об этом даже в одной программе невозможно рассказать. Мы всё-таки попробуем. Здравствуйте, Инна Са! Здравствуйте! Инна Са настолько не случайный человек у нас, что вот мы просто напомним, когда начиналась программа «Зелёная Лампа», это почти 4 года назад, это был ноябрь 2015 года, ноябрь 2015 года, мы искали, мы думали, как это всё будет, мы очень волновались, нам говорили, да ничего у вас не получится, но мы думали, кто будет первым гостем у нас, и мы тогда позвонили Иннессе и попросили её прийти к нам, она мгновенно согласилась, ещё не зная, что её ждёт, да, и поддержала нас, и это настолько важно было. Вы знаете, и программа та прошла очень хорошо, первая, и ребёнок, которому помогали, у него там улучшения произошли, и вот прошло три с половиной, больше, чем три с половиной года, Инна Сеснова у нас, мы очень вам рады. Спасибо большое за такое доверие. Мы тогда искали гостя, чтобы он был красивый, образ такой, гуманитарный, авторитетный, и с вашей лёгкой руки, мы даже помним, это был маленький мальчик, Славик Шиперов, и мы ему собирали вместе с вами средства для того, чтобы он поехал в дельфинарии. Вот, и с вашей лёгкой руки, в общем-то, вот наша программа уже более трёх лет существует. Спасибо вам огромное. Ну, почти четыре года. Как здорово, потому что я волей-неволей в Америке, и столкнулась в Америке, в Австралии, с этими дельфинариями, где лечили деток, и, кстати, с помощью лошадей также, и я видела эти результаты. Это была, ну, почти случайность. Я видела это развитие и изменение на глазах, как эта реакция, там были не только бэйбики, и огромное количество, конечно, желающих и не очень, скажем, или дуждающихся в этом, людей, и родители, которые пытаются найти вот это свободное место, потому что там всегда записи на годы вперёд. И я слышала, какие уже изменения произошли, и я, наблюдая за этим, я видела, как эти дети расцветают, или молодёжь, не обязательно дети, но на детях оно как-то лучше всё это видно. Быстрее и ярче. Да, и это действительно просто богом поцелованный, скажем, вот вы. Мы. И что вы – это такие передачи, вообще она начала своё существование, и что кому-то до этого есть дело. Понимаете? Люди у нас замечательные. Это правда. Много добрых, настоящих, искренних, желающих помочь. Но чтобы как-то выстроить вот эту всю систему и понять, как, кому и где, должны быть всегда, конечно, руководители или инициативные люди, кто за это берётся. Молодцы. Мы просто хотим сейчас буквально в тему сказать пару слов. В прошлой программе мы подводили итоги за весну и вспоминали мальчика, такой у нас был в программе мальчик Савва Морозов, маленький мальчик из Долгов Пилса. Он мальчик с аутизмом, с очень сильным. Мы собирали ему тоже на Дельфинарии в Минске и на Центр аутизма в Минске. И очень многие люди, ну, несколько раз нам писали, что это ерунда, это ничего не помогает. Ну, что вы там делаете, собираете? Это баловство. Я, катаясь в Америку на очередные спектакли, я встречалась даже с людьми в самолёте, которых я уже встречала год или два назад. И это систематическое, вот эти занятия, они принесли такие плоды. Я вот, вы рассказываете, я поддерживаю эту беседу, я подумала, а почему в Латвии не создать Дельфинарии? Ну, вот да. А почему? Дорого. Дорого. У нас есть Клайпеда, но именно реабилитационный, с медиками, и с комплексными занятиями. Программа специальная. Самый ближайший – это Минск. И там доступные цели. Так вот этот Савва Морозов, вот нам написали, что не получится ничего у вас, и прошло немножко времени, он уже туда съездил, и, как нам сказала мама его, он начал говорить первые слова. Представляете, вот мы просто со слезами это слышали, мальчик начал говорить первые свои слова. Вот такие вот результаты. А сегодня мы помогаем, наша программа помогает девушке, живущей в Огре, хорошо очень многим знакомой, Кате, Катюше Лебедевой. Ей 27 лет, и уже раза два, два раза уже мы про нее программу делали, мы просто с ней дружим, очень ее любим. Это девочка, которая была лишена полностью возможности двигаться и шевелиться, после нескольких операций она смогла пересесть в инвалидную коляску, это улучшило ее качество жизни. Как звучит, да? То есть инвалидная коляска и возможность сидеть – это улучшение качества жизни. Но Катя настолько позитивный, чудесный человек, который использует любую возможность. Она и на концерты какие-то ездит, она встречается с друзьями, она много читает, она старается работать. В общем, про нее можно очень долго рассказывать, всего много хорошего. То есть она нам помогает жить. Она нам помогает жить и понимать, что в жизни главное. То есть в жизни есть вещи ценные, есть бесценные. Вот о бесценном, о самом бесценном – это Катя. Сейчас у нас есть возможность ей помочь. Буквально у каждого из нас есть возможность сделать просто потрясающее доброе дело. Если мы позвоним по телефону 9300-6384, евро 42 цента за звоночек, всю неделю этот телефон будет работать для Катюши, чтобы собрать деньги на невероятное приспособление, это электронный гаджет, который мы назвали электронная рука. То есть Катя не может сама ни умыться, ни поесть, у нее только пальчики двигаются. Но вот с помощью вот этой электронной руки, которую в Нидерландах ей прикрепят к ее инвалидной коляске, она сможет делать очень многие вещи, которые раньше не могла. 9300-6384 – это звоночек в помощь Кате, это вы сделаете. Маленькое чудо. Вы знаете, меньше всего хотелось бы, чтобы эта программа у нас была похожа на такое выжимание с любым сочувствием. Да, жалость, жалость, сочувствие, потому что, вот действительно, если вы в Фейсбуке найдете Екатерина Лебедева, вот когда вам кажется, что вот у вас неприятность, или что-то у вас не получилось, или что-то у вас не получилось, зайдите, посмотрите. Если мы захвычем, и недовольны своей жизнью, и жалуемся на какие-то неприятности, надо просто один раз или зайти на страничку к такой девочке, как Катя, или зайти в хоспис, или зайти в больницу, в интенсивную терапию, если вас пустят. Я как бывший медик могу вам сказать, это отрезвляет, и все становится на свои места. И ты понимаешь, что все в жизни очень относительно. И ты счастливец. Благодари Господа Бога. И помогай тем, кто в этом нуждается. Иннаса, вы сказали, вы как бывший медик. Да. То есть, первоначально вы хотели стать врачом? Да. Я думаю, что любой родитель хочет, чтобы его ребенок был или врачом, или адвокатом. Учителем? Или занимался. Да. Или занимался чем-то стабильным и не зависел от своего голоса. И был бы и уважаемым человеком, и нужным всегда при любой власти, и любой ситуации. Но, видно, Бога не обманешь. И то, что написано на роду, вот оно волей-неволей, хорошо или плохо, оно все равно тебя вывернет на то, к чему ты... На твой путь. Да. К чему ты предначертано. И предрасположен. И предрасположен. Поэтому я ни о чем не жалею. Я благодарна судьбе, потому что оно расширило мое видение этого мира, мою философию изменило. Я понимаю, что важно и что ерунда. Поэтому, когда спрашиваешь, что такое Примадонна, кроме самоиронии и кроме чувства юмора во мне слово звезда или дива ничего не вызывает. делай свое дело, хорошо. С высоты вот этого жизненного опыта и видения мира, которые, вы сказали, у вас расширились. Представьте, если бы вы были медиком, как бы сложилась ваша судьба. Вот, не знаю, вы бы работали в Министерстве здравоохранения Латвии. Что бы вы хотели сделать, изменить, что вам кажется важным? Тогда я не отвечу на ваш вопрос, а отвечу на свою мечту детскую. В детстве я мечтала быть волшебником. Мне хотелось волшебной палочкой прикасаться ко всем больным, стареньким и, как мне казалось, не очень, может быть, внешне красивым людям и видоизменять их. Менять их, чтобы вот по волшебству они превращались в принцесс и принцев, чтобы они были счастливыми, красивыми, не униженными, нужными, заметными, понимаете? И то же самое почему-то у меня была мечта все разрушенные или старенькие дома, волшебная палочка, и они превращаются в дворцы и замки. Потом, когда я немножечко протрезвела и то и стала старше и взрослее и поняла, что, ну, это мечты и сказки и так далее, у меня была другая мечта. И она очень долго жила во мне. Она до сих пор еще теплится где-то, а может быть, когда-нибудь. Мне хотелось собрать всех брошенных детей, всех ненужных брошенных стариков, всех инвалидов, чтобы это было какое-то гигантское ранчо. Потом есть ведь и животные, которых есть срок годности, а потом их хотят или на живодерню, или их сдают в дом животных, или их убивают или привязывают к дереву, о чем бросают, когда-то не знала. А потом, когда мы чуть-чуть помогали и вот домы животных или патверсмасы и так далее, я об этом узнала. Для меня это был шок. Как можно своими руками вот твою руку, ногу, это существо, которое тебе служило денной, ношной, верой и правдой, и любит тебя больше, чем себя. Вот все эти вещи, мои друзья, немцы, австрийцы, которые швейцарцы, которые занимаются вот такой помощью из не очень благополучных или южных стран, вывозят животных и, 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 и отдают их в руки хозяев в Германии, в Австрии. Я просто это видела своими глазами, и как они все это собирают, сколько людей в это входит, в это сообщество, как систематически они занимаются и кормежкой, и кастрацией животных, и эти врачи и так далее. То есть люди этим серьезно занимаются, и птицам также они помогают, и где-то происходит утечка, где-то мелкое жульничество и так далее, но вот это желание сделать, и потом они научились и контролировать то да сё, то есть, понимаете, есть люди, кому это небезразлично, и вот моя мечта все это вместе собрать воедино, там обязательно должны быть медработники, пару врачей, медсестер, что если кому-то вдруг нужна помощь, чтобы они были на месте, они сами всё выращивают, у них есть библиотека, школа, люди пожилые, они физически не могут всё это, может быть, в такой мере, но зато они могут передать свои знания, свой опыт, своё понимание жизни жизни этим детям брошенным, никому не нужным, и эти животные, то есть, они друг друга лечат, они нужны, они продолжают жить, они счастливы, это ваша детская мечта была, это моя юношеская и уже впоследствии мечта, вы знаете, что сейчас же очень всерьёз социологи рассматривают вот эту концепцию, что это идеальная модель объединить дом престарелых и детский дом, понимаете, я об этом думаю, уже 40 лет, наверное, я об этом думаю, что это было бы правильно, потому что эти люди заключены в какие-то, вот они отвергнуты, они оторваны от жизни, они как будто никому больше не нужны, а тут начинается их вторая молодость, и они взрастят вот этих детей без родителей, вообще не очень понимаю, как это может быть, но я тоже волей-неволей я столкнулась с такой ситуацией, я видела, как они смотрят на эту дверь, и как они тянутся руками, и как они смотрят сияющим глазом, а вдруг ты им понравишься, вот вдруг она тебя заберет, и моя сестра работала с такими брошенными детьми, и так далее, это все после этого ты неделю выбит из колеи, ты не можешь ни спать, ни есть, ни жить, это вертится и крутится постоянно, потом твои дела и так далее, все это замыливается, но этот факт, он никуда не исчезает, и несчастных людей, или ненужных, быть не должно, все пришли на этот свет, права имеют на эту жизнь, на нормальную жизнь, и быть нужными, поэтому вот эта мечта моя глупая, потом я в какой-то из стран я увидела какое-то такое типа мини-чего-то, где были не очень здоровые люди, не очень, может быть, адекватные, они занимались работой, потом приехал человек из семьи священника, который из трех-четырех поколений стал не священником, а с помощью своего ремесла он учил вот не очень здоровых в Латвии, кстати, людей гончарному ремеслу, и он считал, что это им во благо, то есть я встречалась вот с такими сподвижниками, с такими святыми, благородными, которые в этом не видели ничего особенного, для них это было нормально, понятно, естественно и так далее, а в той стране тоже для меня было удивительно, но я видела не все и целиком, а только краешек этого, потому что чужих людей они не впускали, я, наверное, говорю, слишком много и горячо на эту тему, потому что она актуальна, она никуда не делась. А никогда у вас не возникало желания, скажем, отгородиться от этого, потому что, как говорят, ты должен впустить в свою реальность только позитив, ты должен какими-то аффирмациями по современной психологии выстраивать свое позитивное будущее, просто отвернуться, то есть нет человека, нет проблемы. А отвернуться, как будто этого нет. Не умею. Ну как все рисуют себе там планы на жизнь, картинки красивых, клея. Не умею. Я всегда, всегда повторяю одно и то же, может быть, это рыбья натура, не проходите мимо, если вы можете помочь, помогите. Это касалось, уже были такие странные заголовки, что я отдала все последнее. Я не отдала все. Я просто поделилась, если где-то нахожусь и рядом со мной незнакомые люди, я всегда спрошу, не хотят ли они есть. Я не могу есть одна, потому что я всегда предполагаю худшее, что, может быть, человек голоден, он взял не ту сумку, женщины, мы в курсе, как это бывает, там остались ключи или кошелек и так далее, или еще по каким-то причинам. И это естественно. Спросите, простите, вы хотели бы примкнуть ко мне или угостить чем-то и так далее. Мне это кажется нормальным. Для кого-то это было very strange, некоторые улыбались и с удовольствием соглашались, некоторые так нет-нет, спасибо, спасибо, но были благодарны, потому что мы перестали быть добрыми. Мы боимся делиться и открытости. мы боимся своей тени и люди отгородились вот эти дома или мое благополучие или не дай бог что-то, если я могу или мой фонд может, или мы как-то можем кого-то привлечь, кто на это способен. Мы всегда пытаемся. Ну, бывал случай, когда ну вот не получилось, а бывали случаи, когда получалось. и это же счастье, потому что ты не отдаешь, а ты получаешь. Ну, нам вот кажется, да, что те люди, которые сейчас в несчастье, в болезни, в какой-то, они, в принципе, дают нам всем возможность раскрыться и открыть сердце и показать себя с какой-то другой стороны, проявить. Это же тоже очень важно. И еще, когда ты делишься, во-первых, никто в этой жизни ни от чего не застрахован. Сегодня ты на коне, суперлюкс, ты жив-здоров, у тебя все ладится, ты в полном шоколаде. Никогда в жизни никто не может на сто процентов сказать, как будет через сколько-то времени. Там сидит голодный пес, смотрит на тебя, кровавыми слезами. Ну, ты что, пройдешь мимо? Ты отдашь то, что у тебя есть, потому что ему никто больше не даст. Где ему это искать? Понимаете? Он зависит от нас. Те же коты и те же бедные люди, я не говорю о тех профессиональных попрошайках, я говорю о людях, которые оказались в такой ситуации по разным причинам. Это и там, и здесь. Понимаете? Поэтому я считаю, что если ты можешь, ты должен помогать. Или там пойти купить что-то и подарить этот мешок с этой едой или позвонить куда-то. Есть организации, которые занимаются. Я не пришла сюда себя расхваливать, поэтому я не хочу о себе говорить. Я просто хочу сказать, что не проходите мимо, это нормально. Когда-то в детстве мне казалось, я поднимала пьяных, чтобы они не простудили почки. Это было, конечно, почти смешно, но у меня такой отец, который помогал всем. Люди видели его лицо, они как магнитом тянулись. Они знали, что там будет добрый совет, там будет помощь. И он никогда ничего не боялся. Он был мужчиной. Моя мама, которая тратила много времени и усилий, если кому-то нужно было помочь, и она могла это сделать. Моя бабушка, которую я никогда в жизни не видела, но о ней слагали легенда, что дверь никогда не закрывалась, и если у кого-то беда, за помощью бежали туда. То есть это в людях есть, понимаете? Я просто знаю конкретные персонажи или людей. Я уверена, что у нас у многих есть просто вот две руки обязательно. Вот такие люди удивительные, теплые. а программа наша просит вашей помощи для того, чтобы одну вот искусственную руку для потрясающей 27-летней Кати Лебедевой мы могли оплатить и заказать вот это приспособление в клинике Нидерландов. Эта искусственная рука заменит ей обе парализованные руки. Катя удивительный, чудесный, потрясающий, умный, интеллектуальный, яркий человек. Да просто молодая девочка. Да, да, да. Она может жить по-иному. Умеет радоваться жизни. Да, и это же чудо. Мы просим вас сделать этот звонок 930-6384, а продолжим очень важную и интересную тему с Инессой Галантей после маленького перерыва. Мы продолжаем программу «Зеленая лампа». Напоминаем, что в гостях у нас оперная «Дива», Инесса Галанте. И сейчас будем говорить о музыке, конечно, и о самом хорошем. Уже она говорила очень много важных вещей, потому что это удивительный человек. Мы хотим просто напомнить, что телефон нашей программы 930-6384 всю неделю до следующего вторника работает для 27-летней Катюши Лебедевой, знакомой нашей, очень хорошо знакомой нам девушке, которая еще несколько лет назад не могла даже сидеть и всю основную часть жизни проводила лежа. После операции она смогла пересесть в коляску, а сейчас у нас есть возможность просто очень качественно улучшить ее жизнь, потому что появился такой электронный девайс, который изготавливается компанией нидерландской «Армон Элементо». Это очень умное приспособление, оно делается по индивидуальным меркам, крепится к инвалидной коляске, и Катя с помощью этой искусственной руки сможет сама есть и пить, двигать рукой, умываться, причесаться, почистить зубы, поднять, опустить предмет какой-то. То есть самые элементарные вещи, которые для нас очень просты, и мы об этом не думаем, а для нее это будет маленькое чудо. И, кстати, Катя сможет тогда закончить свою учебу в Московском институте психологии, и осталось совсем немножко, и с помощью этой вот искусственной электронной руки мы очень надеемся, что она и диплом закончит, и она будет у нас дипломированным психологом. 9306384, и мы обязательно соберем эти деньги вместе с вами, и мы обязательно вам расскажем, покажем, сфотографируем, как это бывает. Это действительно какое-то чудо, но вот сейчас техника и медицина на таком уровне, что это возможно. И напомним, что помогает нам сделать это доброе, хорошее дело наши гости, оперная певица Инесса Галланта. Инесса – это лицо, душа, голос, и руководитель фестиваля Summertime, который ежегодно традиционно проходит в Юрмале. В этом году приедет Эмир Кустурица. Вот вы называете его своим любимым другом. Расскажите, как вы познакомились, из чего эта дружба выросла? Но я думаю, что этот человек вообще не нуждается, чтобы его представляли. Это целая тоже легенда. И он приезжает со своим оркестром. И это, конечно, человек-огонь, который никогда не отрывается от своих истоков, от своей балканской истории, музыки, культуры. И, конечно же, там и цыгане, и так далее. И Брегович к нам приезжал несколько раз. То есть эти люди связаны вот своей и дружбой, и совместной работой. О нем даже и говорить, я думаю, что те, кто интересуется кино и музыкой, абсолютно в курсе, что это такое. У меня было просто такое чудо из чудес в свое время. в Чикаго такое удивительное стечение обстоятельств. Мой родственник брал интервью у Милоши Формана и всех великие мира сего. Там был фестиваль международный. И у меня были концерты, и я могла пойти вместе с ним. Он меня пригласил. И пока он брал интервью у кого-то одного, я развлекала остальных. Это было для меня легко, потому что я не очень представляла тогда, с кем я имею дело. То есть я понимала, я знала, но не до такой степени. Потому что молодость, она и абсолютно эта легкость и так далее. Сегодня я о таких людях говорю с большим придыханием, потому что это все люди из красной книги. Тогда я понимала, что это очень талантливые, что это очень интересные, что и так далее. я вела себя абсолютно свободно, без всяких комплексов. Для меня это казалось, что это easy, понимаете? Весь мир на этом построен. Что все талантливые, умные, симпатичные люди, они открытые, добрые, так оно и есть. Вот так оно и есть. Удивительно. Понимаете, нет никаких вот этих высокомерных и арогентных персонажей. Я хотела бы все-таки начать сначала. У нас будет 15-летний юбилей нашему фестивалю. И наши молодые таланты, я делаю еще конкурс, или мы делаем мой фонд, конкурс. И у нас много талантливых ребят. у нас нет в принципе ограничений в возрасте. Это вокалисты, как всегда, намного старше, пианисты и так далее, скрипачи, виолончелисты, аккордионисты, маримба, виброфл. То есть все, что вы можете себе представить, вот вся молодежь, все музыкальные школы, специальные музыкальные школы, то есть все они принимают, кто хочет, принимают участие. И все лауреаты, дипломанты, или кто остался, какое-то впечатление очень серьезное оставил, мы всех приглашаем принимать участие на каждый наш концерт. У нас будет 8 концертов, одна неделя, и поэтому возможность проявить себя на сцене, на большой сцене, перед серьезной публикой, это великое счастье для каждого из исполнителей. Ему 20 лет, или ему 15, или ему 10 лет, это большая ответственность и счастье. Поэтому вы говорите, вот ваша малышка, это Катя Лебедева, ей 27 лет, боже мой, это же бейбик, это дитя, которого жизнь просто поставила в такие вот условия, но она с такой, с честью справляется с этой ситуацией. И надо учесть, что у нее нет ни мамы, ни папы, это вообще нонсенс. с младшей сестрой, которой 18 лет. И это самый близкий ее человек. Это удивительная история, удивительная девочка, и мало того, что она достойна преклонения, просто, не просто респект, а снимая шляпу, преклоняя колено, что этот человек не только живет, борется, учится, еще радуется жизни, надеется, и нас еще всех заставляет оглянуться на себя, люди. Оцените все, как есть. Вы же, мы все счастливые баловни судьбы, надо, надо помочь. И вот, возвращаясь к прошлому, к одному из наших фестивалей, вот мы сделали такой концерт, и это был, наверное, единственный балетный вечер, и так далее, и мы договорились с нашими хорошими друзьями, хореографами, балетниками, что вот у нас будет особая публика. Это были инвалиды, это были благотворительные концерты, да, специальный вечер. Малоимущие семьи, многодетные семьи, и главное, колясочники. Люди, которые вообще первый раз были вне стен своего заведения или дома, с ними приехали врачи, они все приехали на автобусах, это должно быть питание, медицина с собой. Это вы организовали, да, это нам помогали, благотворительная организация, это, конечно, не все, вот мой фонд, но мы договорились с этими организациями и фондами, и все вместе, всем миром, кто-то был первый раз у моря, кто-то был первый раз в жизни на концерте, а кто-то первый раз вышел из стен своего дома. Вы не можете себе представить этот вечер, и Гунтер Саабол, и я, мы вели этот вечер, многое можно забыть, но это ты не забудешь никогда, понимаете? Я надеюсь, что и у них это останется в памяти надолго. Потом мы делали еще, привозили из Германии феноменальный театр, пантомимы, я даже не знаю, как его точно обрисовать, флот, удивительный какой-то вот такой симбиоз жанров, и мы приглашали вот мальчика и бабушку, кто-то не видит, кто-то не слышит, кто-то и так далее, и так далее, и этот Бэбик потом нам написал письмо, что они это не забудут или хотя бы на всю жизнь у них останется это в памяти, вот это, и таких больше, и я не одна такая, понимаете, таких людей, кто делает такие благотворительные, и вы просто две богини и так далее, то есть кто, кому это не безразлично, понимаете, потому что людей, кто нуждается в помощи, их цифра никогда не изменяется, она постоянно, константна, поэтому надо смотреть не только вверх, но и вниз, и знать, что если ты кому-то сделал добро, ты себя укрепил, ты стал намного богаче, ты счастливее, потому что люди начинают улыбаться, вот идешь по улице и видишь счастливые лица, и ты сам волей-неволей начинаешь улыбаться, но для того, чтобы они были счастливыми, сделай что-то, улыбайся сам, я проверила это, вот многие меня спрашивают, почему ты идешь по улице и просто улыбаешься, я отвечаю, потому что мне это приятно, и люди автоматически, начиная тоже улыбаться, кто-то даже поворачивает голову, это цепная реакция происходит, и чем больше счастливых лиц, тем приятнее находиться среди счастливых людей и жить в этом городе, в этой стране, а мне хочется, чтобы все улыбались, чтобы было вот это вот ощущение нужности, понимаете, мы все братья-сёстры. Очень сильная философия такая в этом заключительстве, как бы там ни было у тебя внутри, а когда ты улыбаешься, ты как-то меняешь это всё, да? Абсолютно, ну еще и солнышко помогает. И на всё. Да. Расскажите нашим радиослушателям о замечательной возможности, да, вот вы дарите перед фестивалем Summertime просто возможность послушать вас на открытом концерте в Калансимском квартале. Да, да, это, конечно, удивительный случай, подарок, и я сначала, когда мне было это предложено, очень давно я так пожимала плечами, но что я там буду делать? Да, целая оперная дива. как-то, ну, не совсем я себя увидела в контексте вот всего того. Конечно, те, кто это задумал, эти ребята, они, конечно, гении. И как они это всё сделали? И во что это превратили? Это стало таким лобным местом культовым, куда люди идут как на работу, они знают, что вот это будет действительно отдых для души, это наслаждение и какое-то вот что-то другое. Значит, когда нам приходить в Калансимский квартал? 4 июля, это уже будет второй год. В прошлом году мы делали, это был такой экспромт, скажем, для меня. и я поняла, что это абсолютно очаровательное место и публика, она везде публика. Сцена, где бы она ни стояла, это всегда сцена. Ты делаешь своё дело и вот эта атмосфера, она расслабляет, и ещё эти нити, они ещё ближе и теснее. То есть вы получаете тоже какой-то радостик от этого, да? Конечно, конечно. И если ты любишь то, что ты делаешь, то это обоюдное удовольствие для всех. Кто-то за столиком, кто-то сидя, стоя, такая свободная, лёгкая, приятнейшая, это было перезаполнено и так далее, невзирая даже на то, что накрапывал дождик. Я желаю, чтобы в этом году это была солнечная и приятная погода, и чтобы это было удовольствие и радость, потому что витамин радости, инъекция, счастье, инъекция счастья, любви, красоты, здоровья, позитива, её никогда не бывает тумач. Вот посмотрите, Инесса Галланте, это оперная дива, которая выступала с Хосе Карерасом по приглашению британской королевской семьи. и она выступала в Лондоне, во дворце, в Большом театре, в Королевской перегласке, в Ливерпульском, Эдинбургском и других театрах, где она только не выступала и с кем. И вот сейчас она готовит витамины радости в Калцемском квартале 4 июля, и для неё это никакой разницы нет, кто будет слушать, там Королевская чета, или это просто придут люди. Это очень здорово. Или с Леграном ты поёшь, или с Бачели, или ты поёшь с кем бы ты ни пел. Ты поёшь для людей и в театре Колонн, или это в Аргентине, или это в Австралии, или это в Исландии, в Рикявике. Если это доходит до души, до сердца, люди встают, они не отпускают, им хорошо, им хорошо с тобой, они тебе верят, они тебе доверяют, ты их утащил в свой мир, ты делал им что-то такое, да, какие-то крылья, отвлёк их от чего-то, от другой их жизни. Вот этот, вот этот храм, омовение сердца, души, радость, вот эта инъекция, вот этого счастья, или вот этого, близости, вот это нужно мне, это нужно моей публике, всё. Вопрос о любви. На своей страничке, на своей страничке в социальной сети Facebook, вы опубликовали цитату вашего друга Эмира Кустурица о любви, да, которая вам, видимо, очень близка, о том, что любовь – это часть повседневной жизни, это то, о чём вы говорите, и попросили ваших друзей писать свои комментарии, что для них любовь. И вот там люди пишут, что для вас, что для меня любовь? Для меня любовь, я думаю, что любовь – это музыка. Это музыка, и это люди, которые не могут жить вне музыки, потому что любовь – это тоже музыка. Это взаимопонимание без слов. Ведь музыка не имеет языка. Я пою на любом языке, это не имеет никакого значения. Если я пою просто на ля-ля-ля, меня поймут точно так же. И на каком бы языке я ни пела, в какой бы стране, меня люди поймут, потому что они чувствуют, что это искренне, это поется от души. Меня или кого-то ещё. Понимаете? Как медик, я думаю, что музыка – это лекарство, потому что нет побочных никаких явлений, а есть только позитив. Нам не хватает этого, и люди тянутся к добру, к любви. Вот мама ушла, папа, больше за ручку никто ни к юбочке не прижаться, а желание быть нужным и чтобы тебя любили, оно не иссякает, оно увеличивается. Понимаете? Поэтому все люди ищут вот эту отдушину. Кто-то в книгах, кто-то на дискотеке, кто-то меняет партнёров, кто-то еда. То есть должно быть что-то, что тебя любят и ты любишь. Конечно, здорово, когда есть семья, здорово, когда есть близкие друзья на всю жизнь и любимая женщина или мужчина, когда вы понимаете друг друга без слов. Вот музыка это то, что ты понимаешь без слов. Оно тебя массирует твою душу и сердце. Оно погружает воспоминания, эмоции рождает. Потому что мой фестиваль он он как раз пытается вызвать в людях эмоции. Есть какие-то чувства, которые, может быть, со временем они немножечко отодвигаются. И вот как запах или какое-то место, оно возвращает вас в какое-то то время и возвращает в эти эмоции и чувства. И человек как будто обновляется. Понимаете, он молодеет душой и телом. Вот что такое музыка, любовь, оно для меня переплетено настолько и медицина. Потому что это гипноз, это миссия, это лекарство без побочного эффекта. Вот сейчас пока вас слушала очень красивые такие на душу ложащиеся слова. Вспомнила маленькую притчу. Говорят, как вылечить этого человека, он очень сильно болен. Вылечить его можно любовью. А если не помогает, тогда увеличьте дозу. Просто увеличьте дозу любви. А сюда этого не бывает много. Все. Ни любви, ни дружбы, ни здоровья, ни внимания. Кто-то говорит, еще и денег. Много не бывает. Ничего лишнего не бывает. И мы приглашаем вас всех на фестиваль Summer Time. Какого числа? С 5 по 11 у нас будет 8 концертов. В концертном зале Дзинтери это будет в августе. Все концерты начинаются в 8 вечера. Кроме субботы у нас будет 2 концерта. Один в малом зале в 6 часов ровно на час. И потом начинается концерт в 8, где будет голландская амстердамская группа Брут. Абсолютно стильные 4 парня. Потом 2 латвийские группы. Это будет такой симбиоз. Очень любопытное такое действие. Я думаю, что никто не останется хладнокровным и незаинтересованным лицом. Если у нас есть еще немножко времени, я могу кое-что сказать. Если нет, то вы просто найдете на сайте всю рекламу. На сайте MixNews мы напишем очень подробно. И просто придем на ваш фестиваль увеличим эту дозу любви. И наши старые любимцы, которые у нас участвуют неоднократно. И постоянно мы хотим привозить в Латвию новые имена, новых интересных исполнителей, чтобы это было все время что-то неизведанное, плюс любимые, полюбившиеся и уже долгожданные, такие приталантливейшие исполнители. И наши молодые исполнители Инна Сагалан с таланты. Подробности читайте на страничке «Зеленая лампа» на сайте MixNews.lv и еще мы вас просим увеличить дозу любви для 27-летней Катюши Лебедевой, позвонив по телефону 930-6384. Этот звоночек очень-очень поможет ей получить большую самостоятельность и возможность в буквальном смысле делать самые элементарные для нас вещи, причесаться, умыться, поесть и все. Быть самостоятельной в жизни, улучшить качество жизни. Просто сделать кого-то еще счастливее. И если вы можете помочь больше, то просто помните, что у нас есть все координаты и все банковские реквизиты счета, которые открыл благотворительный фонд BeOpen специально для Кати тоже на сайте на страничке «Зеленая лампа», на сайте MixNewsLV и в Фейсбуке на страничке «Зеленая лампа». Мы благодарим Инесса Галланта за интересную такую и очень важную беседу, за очень важные слова произнесенные. Желаем вам очень много музыки, солнца и радости. Спасибо большое. всем желаю того же. Спасибо всем. До следующего вторника.